Забыл вам сказать очень главную вещь. Когда вы будете красить двери, вам нужно найти приспособление, так как если вы одну сторону покрасите, вам надо будет куда-то ее прислонить, потому что если вы прислоните к стене, то останутся пятна. Я вам покажу, какое приспособление придумали мы. Мы взяли два стула. Взяли такие палочки. На конце палок здесь есть такие металлические прутья крепкие, где-то диаметр 6 см. В дверях сверху и снизу мы просмирили сверлом дырки и ставили эти прутья в дверь. Таким образом у нас дверь крутится на вот этих прутьях. Можно сейчас вам показать. Покрасим в одну сторону, мы перевернули и покрасили в другую сторону. И оставляем, когда покрасим, оставим минут на 10-15, и затем уже можно убирать эти двери аккуратненько. Только ставить надо лежа их и аккуратно, или можно стоя. Ни в коем случае не ложите их ни на одну сторону, ни на другую. Даже если пройдет один-два дня, они не смогут высохнуть. И если одну дверь прислоните к другой, то краска просто слипнется. Этим дверям после... Во-первых, тяжелые двери. А во-вторых, если вы красите пульверизатором, уходят новые краски. Поэтому краска должна очень хорошо высохнуть. Обратите на это внимание. Потому что если их прислоните, то останутся пятна. И вам придется опять всю работу переделывать. Ну вот и все. Ладно, пока. А привет, привет!